Ты прямо ушел, уехал в другую квартиру, далеко от родителей и стал отшельником. Ну это правда. Ты с 8 класса. То есть делить столбик, это самое сложное. А ну-ка, 6 на 6. Тысяч 8. 9, наверное, даже 9. Что за блядь? То есть по твоему описанию ты какой-то талант. Я просто обновил компьютер и все. Киосуки, Семен Бакин или же Максим Лукин. Кто же это? Это молодой талант, которому всего 16 лет, но у него 100 фаерпауэра нашего ТВ и 1,30 рейтинга. Поговаривают, что это второй Донг, а играет он, на секундочку, в Спирит Академии. Давайте узнаем его ближе в рубрике «Молодой талант», где принимали участие до своего прайма Монеси, Донг, Вортукей, Демон, Натинеки и Вандерфул. Это святая серия видео, где каждый чего-то добивается, и мы берем у них первое интервью в их жизни. Макс, привет. Привет, Эрик. Это видео мы записываем в октябре, хотя я тебя просил записаться в марте, и ты согласился. Почему мы задержали на полгода видео? Объясни всем зрителям, потому что они в комментариях меня все задолбали. Когда интервью, когда видео с Максимом, когда видео с Семой Бакином. Ну, надо было закончить дела, и, как я считаю, надо было улучшить игру, чтобы люди не думали, что я лобер-хайп, и ты и по-того. То есть только ты хотел просто улучшиться? Да. Ну, типа, я перестал стримить, я просто, типа, начал фулл фокус делать на свою игру. Разница есть? Да. Как думаешь, что изменится после этого видео? Больше людей узнают обо мне. У тебя уже был момент, когда ты увидел эту разницу в хайпе? То есть сейчас ты на хайпе, на самом деле. То есть если брать март, когда только все зарождалось, эта идея для видео, тебя, ну, никто не знал. Сейчас, по сути, все люди, которые хоть как-то следят за Тир-2, Тир-3, ты уже замечен. Ты сейчас на нашел ТВ, прибьешь рекорды. У тебя сотка в стрельбе. Такое только есть у тебя и у кого? И у Майкла Джексона. У кого еще? Я не знаю, у Донка вроде. Ну, Донка даже не сотка вроде. Не, у него вроде сотка. Да? Ну, давай я проверю. Сотка. Получается, у Донка тоже сотка. Ну ладно. Да. Ну, тогда что смысл записывать это видео? Конечно. Если ты не один такой. Конечно. Спасибо. Было приятно за две минуты. Как вообще можно набрать 100 очков на Шелотеве Firepower? Объясни, что ты делаешь для этого? Может быть, ты продаешь игроков? Нет, я просто выхожу первым, зато дают по ходу. Ну, ты, наверное, попадаешь еще, а не просто выходишь. Ну, 27 дамага наношу за один хит и все. В ногу? Конечно. А в чем твой феномен стрельбы? Почему у тебя так хорошо получается? То есть тебя сравнивают с Донком? Я не знаю, я просто играю. Ты даже не задумываешься, как ты ходишь? Нет. Вот у Донка же есть свой стиль, когда он начинает стрельбу? Да, и в том, когда control и там в другую сторону. А ты этого не делаешь? Нет, просто. Я стараюсь так лучше просто двигаться и все. Может быть, ты тоже что-то делаешь, но просто это не замечаешь? Нет, нет. Я просто постараюсь кнопки нажимать нормально. А, да, и все. Попадать в трифы. А для этого ты играешь какие-то серфы, бэхлопы? Нет, не играю. Вообще нет. Через матч максимум, но бил раз-три дня, в две сети и все. Что за б**? То есть, по твоему описанию, ты какой-то талант. То есть, ты думаешь, что это все прям исходит от себя? Я до этого тренировался плотно. Там по 1000 DM-у бил. Ты просто зашел на сервер, пару раз играл на шел ТВ, у тебя сотка. Нет, у меня же в начале сотки не было, я прогрессировать начал. Что изменилось, когда у тебя начали цифры расти до сотки? Начало думать, как правильно играть. Ты же не только можешь любую сотку иметь. Ты же будешь выходить, тебя просто будет под гранаты убивать. Тебе надо учиться, типа, по макрам. Сколько времени ты уже в Кейсе? В Кейсе 19-го года. Так, ты свежий игрок, тебе 5 лет всего. Нет, 18-18, когда операция-то вышла фиолетовая, я начал играть. Фиолетовая, это какая у нас? Раскова ТС-сеть. Да-да, паучок. Да-да. То есть, ты из Рыдана, да? Нет. Как ты связался с этой игрой? Кто тебя побудил поиграть? Ну, так мне брат, просто он, типа, немного игрался, он там в джейл играл. Джейл? Джейл, джейл. А как связан джейл с тобой? Я не знаю, я просто начал играть в джейл, потом мне понравилось. А потом я начал играть в матчмэкинг, потом в фэйсон. А, джейл? Боже, я у него так что с джейл из НАВЯ. Ты играл в джейл, то есть зашел как просто под пивасников в кейс. Да, так там нельзя было остановиться с Аймоном до 14 лет. И потом я забил на джейл, потому что нельзя было остановиться с Аймоном. Я вот перестал играть в джейл, я пошел играть в матчмэкинг, капнул Биг Старра и пошел играть в Фэйсон. Слушай, ну ты амбициозный. Обычно люди уходят с глобала на фейсе, а ты с бигстара всего. Я больше понял, что я больше бигстара не апну. Серьёзно? Да. Там слишком сложно было играть. Из-за читеров? Не знаю, просто сложно было играть. На фейсе вообще там слабочки играли. Слушай, я спрашивал многих людей, говорят, что у тебя в какой-то момент было всё очень плохо, и потом бац, что-то у тебя может быть. Ты нашёл какой-то ключ и начал всех ебать. Я просто обновил компьютер и всё. Да? Да. Типа у меня было 60 фпс и 100 фпс. Ой, 60 герц и 100 фпс. Я пересел на 240 герц сразу и на 500 фпс. Тогда ещё в CSGO было. И я за 3 месяца апнул, типа, 2500 наверное. Это очень круто. Или 2000. У меня типа 5700 было в последний раз в CS. В CSGO. Интересно ли тебе посмотреть, как Киасуки стреляет? Столько мы говорим про него, а как на самом деле всё происходит. Мы сыграли дуэль на Сабишоке. И этот ролик ты сможешь найти в моём телеграм-канале уже сегодня. Предупреждаю, он очень сильный. Что было дальше? Кто тебя нашёл? Ну, я апнул, короче, 4700. Это 100 фпс и шат герц. Потом меня позвали на тест не с перед академией, а спирит на контракт. Просто сеть там, потом тебя заметят. Я отыграл тест нормально. Потом обновился комп. Апнул 5700. При меня начали, типа, говорить люди, типа, просто среди нормальных команд. Типа, не хайпили, как сейчас. Типа, просто начали говорить. Потом дисбандил состав последней спирит академии. И меня позвали, типа, играть на тест также. Но ты до этого был на контракте спирит? Да, да. То есть как это случилось, то, что тебя… С овердрайвом поиграл. То есть одна катка с овердрайвом равняется контракт со спирит? Нет, там 5 квал, наверное, с овердрайвом. Я тебе 5 пил, хорошо сыграл прям. Получается, ты сыграл пару каток с овердрайвом, пару квал, и он тебя привлёк к спирит академии. Сколько времени ты был на контракте? Я не знаю, месяцев 5, может быть. Угу. И всё, дисбанд академии, и тебя поднимают туда. Да. Вокруг альфа собирали. Я пошёл играть тест, нормально поиграл. Это здорово, это здорово. У тебя очень быстрая карьерная лестница получается. Сколько тебе сейчас лет? 16. За это время кто тебя приглашал, кроме Team Spirit? Академики все. То есть тебя ещё не вызывали в тот момент? Ну, вот когда вот мне предлагали, ну, первый раз на контракт именно сесть, мне предлагали ВП. Да. Форос. Это про академики ты говоришь? Да, про академики, про академики. И, ты не знаю, какая там ещё академика, Кибершок академка мне предлагал. У нас нет академики. У нас нет. Мне сам Лайт писал. Ну, первый состав в Кибершоке снялся, мне сам Лайт писал. А, может быть, да, может быть. Слушай, да, кстати, мы хотели тебя ещё полтора года назад, когда мы свой состав первый раз открывали. Но тебе было 15 лет, и ты был ещё под контрактом Spirit, и нам сказали, что там бай-аут. Ё***. И мы, конечно, передумали это делать. Но, да, наш Серёга, операционщик, он всегда почему-то прям болел за тебя. Но не ошибся, не ошибся. А сейчас, что изменилось после того, что ты показываешь, как ты играешь? Уже звали в Тир-2? Звали. А, то есть не одна команда звала? Не одна. Дима, ты прошёлся по многим игрокам. Ты нашёл, заскаутил огромное количество игроков, как Донг, Киасуки, тот же самый. А расскажи, в чём особенность Макса? Макса? Там просто ё***. Ага. Просто ё***. Просто так. Что ему даёт это делать? Почему не может делать то же самое условно овердрайв? Ну, почему в нём настолько… с чём он настолько хорош? Мышка хорошо двигает. Ну, не знаю. Ну, он просто жёстко убивает. Ну, это тотал просто, я не знаю. Ну, я много таких людей видел, плюс-минус, да, которые умеют убивать, но тут проблема, знаешь, в чём? В том, что они это делают нестабильно, а Максов просто делает стабильно. Как Даня. Даня, вот, ну, я уверен, что как Донг могут убивать люди, да, тоже выходить и убивать первую пулю. Но Даня это просто делает стабильно, и Макс тоже это делает стабильно. Ты считаешь то, что это талант? Да. Есть ли какой-то триггер, когда ты понимаешь, что человек не сможет сделать то, что ты хочешь от него, и ты его не берёшь в академику? То есть, как это работает? В какой момент ты понимаешь то, что этот человек будет тот, который нам нужен, у него есть талант? То есть, на что ты смотришь? Есть какие-то определённые триггеры? Ну, вообще, обычно на глаз это всё. Мне достаточно иногда определить, ну, предположим, три-четыре раунда. Я понимаю то, что человек сильный. Да, иногда ты смотришь там одну демку, и ты видишь то, что, ну, этот человек точно плохо играет. Ну, там, это знаешь, просто визуально, да, это можно определить иногда. Есть, конечно, ребята, которые визуально, ну, непонятно, то, что они там играют не так сильно по микре именно, да, плохо нажимают кнопки, но при этом они хорошо понимают, что в игре делать. Вот. Но я больше на… смотрю на upside, то есть, насколько выше потолок у людей, которые смекрят лучше, наверное… Как лучше сказать? Наверное, лучше сказать то, что у них просто потолок выше, вот и всё. Угу. Вот ты про Макса и Даня. Да. Мы добавили все новые скины и брелоки в скинчендер Сайбершока, играя с любыми скинами на более чем 20 режимах, от 5 на 5 до десматча абсолютно легально. Ну, а также используя остальные функции, входящие в подписки. Купив любую из них с моим промокодом, ты получишь дополнительно 5 дней к длительности, то есть не 30 дней, а 35. Спойлер, совсем скоро пикем на мажор. Поэтому попробуй подписку прямо сейчас. Слушай, давай сейчас перейдем к тому, как ты попал в спирит. Какие у тебя были обстоятельства? Мне тут рассказывали очень ужасную вещь. Ты ушел с восьмого класса, забил на школу, переехал от родителей в 15 лет, жил один и просто начал играть постоянно в КС, без остановки. Насколько это правда? Ну, это правда. Ты с восьмого класса ушел? Я с восьмого класса ушел и живу один, да. А как родители отреагировали? Они хорошо. Они еще следят за мной. Что? Они следят за мной. Мама следит за мной. И типа она скидывает там новости, когда меня хайпит с пабликов. Она скидывает, что это ты типа прикольно. И типа она живет от меня в районном городе пять минут от меня. Она мне все время еду приносит и так далее. А, ну окей. Я думал, ты прямо отшельник. Нет, нет. Ну тогда окей. Восьмого класса я ушел, мне впадло просто учиться и все. А ты один в семье? Два-два. Брат у меня есть. Старший? Да, да. И чем он занимается? Он сейчас в Москве работает. Никак не связан с киберспортом? Не, не, никак. Слушай, ну то, что у тебя родители так хорошо отреагировали на такое очень спорное решение уйти с восьмого класса, это прям... Ну у меня хорошие типа танки были. Да? Такие типа, ну не двоечник, троечник у тебя был. Я УГА закончил на четверке. Я типа на девятый класс. Я типа не ушел с восьмого класса, я перевелся на онлайн обучение. Онлайн обучение типа сделал восьмое, девятое, потом залог я просто на четверке. То есть экстерном, можно сказать? Да, да, да. Я до конца не уходил, я просто его перевелся на онлайн. Ну на академический ушел, можно сказать. Слушай, ну у тебя есть тиммейт Алькарен, он до сих пор учится, он в одиннадцатом классе в Казахстане. Совмещает учебу и работу. Почему у тебя не получилось? Мне нравится больше РТКС просто. Каждый раз типа захарить, заводить игру, не отвлекаться. А ты чувствуешь твой пробел в учебе? Может быть с грамматикой проблемы? Может быть какие-то вещи базовые ты не особо понимаешь, потому что пропустил как раз таки учебные годы? Нет. То есть ты не чувствуешь пока эти пробелы? Нет, не чувствую. Так мне кажется седьмого там типа все объясняют. Восьмого типа от восьмого там делить столбик это самое сложное. А ну-ка шесть на шесть. Три шесть. Ладно. Слушай, мне просто рассказывали, что ты прямо ушел, уехал в другую квартиру далеко от родителей и стал оншельником. Нет, я в другой квартире живу, но там пять минут. Сколько стоит квартира в аренду? Я не знаю, это мамина квартира, это не аренда. Слушай, ну ладно, все смягчилось. То есть по рассказам, которые я получал со стороны, там все выглядело как будто я сейчас буду общаться с каким-то фриком. Нет, все лучше гораздо. Как я понимаю, у тебя нет планов на высшее образование, на колледж? Нет, я буду в колледж поступать. Дело просто на десятомку скорее всего. Зачем? Ну просто. Маме, чтобы нормально было. Ребят, посмотрите. Команда Team Spirit Academy. Дим, они молодые, там 16-17 лет. Курят? Некоторые, да, некоторые нет. А вы как-то занимаетесь спортом? То есть у вас есть в расписании спорт? Нет, в расписании нету спорта. Да, мы так просто можем собраться. Ну сейчас дождь был, например. Сейчас дождь не могли, да. Так, ну я спортивный, мне нравится там футбол, баскетбол поиграть. Я постоянно пацанов зову, кто-то ходит, кто-то нет. Есть вот ребята, которые не любят спорт. Кто это? Здоровый типа намекает, да? Там они, если захотят, сами скажут. Вот, не будем никого там пальцем показывать. Насколько спорт важен? Так, как будто бы не совсем. Мне кажется, то, что вот Калдзера, например. Помнишь, как он был? Да, да, да. Такой пучок, да, он себя бахал, а потом начал спортом заниматься, все, не стало человеком. Да, это правда. Вот. Ну то есть это, я думаю, то, что не изучено, да, ничего про Counter-Strike, да, про то, что ты должен есть, да, как ты должен вообще себя, какой у тебя должен распорядок дня быть, да, должен ли ты спать нормально, не должен. То есть это все какой-то рандом, как будто бы. Я, конечно, стремлюсь к тому, чтобы пацанам говорить, что надо, пацаны, иметь нормальный режим, заниматься спортом, не есть какую-то гадость. И им, конечно, всем пофиг, вот. Но они такие, да, Диман, надо. И продолжают своим делами заниматься. А, фастфуд? Едят, ну они мелкие, ну что, ну 16 лет, ты что, ты не ел фастфуд. Расскажи, пожалуйста, про твоего тиммейта, насколько тебе он нравится или он, какие-то есть у него нюансы. Ну, он единственный, кому я пятью не могу тут отбивать, с кем можно поугарать. Он те трое вообще кулачки не отбивает друг другу. Ну, круто иметь человека, который может выйти, три лица дать. Круто. Ну, я думаю, Контра это командная игра. И нужно тоже в этих планах разбиваться. У него неплохо получается. Макс жёсткий. Ну, очень жёсткий, всё. Он жёсткий. Ну, х**ный тиммейт. Или так нельзя говорить? Не, можно, можно. Крутой тиммейт. Да, можно. Круто вместе играем. По вечерам часто тиктоки вместе смотрим. В принципе, всё нравится. А молодёжку смотрели вместе уже? Не, мы не смотрим. Мы только в тиктоке. Чё сказать? Макс красава. Прям иногда троллит. Ничего страшного бывает. Главное, что он возвращает мне мой Элла. Своими киллами. В целом, больше сказать нечего. Макс просто красава. Не тропнул в премиум. После этого вышел из спикера. Слушайте, ребята. Ну, вы все на позитиве. Это очень здорово. Вокруг тебя постоянно поднимается хайп. Ты сейчас в тренде. Это как-то влияет на тебя? Не. Ну, это прикольно. Мне просто. Я захожу на HLTV, там типа трэды пишут. Прикольно. Я читаю. А что обычно пишут? У него 100 firepower, у него столько фрагов. Что вообще пишут? Ну, просто про firepower пишут. И hate пишут. Типа писали hate, когда я сыграл плохо против Prevision. Потом, типа, после этого поста пишут. Like you, суки, so much got hate. Типа, почему он так много хейта получает? А кто вообще хейтит? Что они приписывают, когда тебя хейтят? Почему они придирают? Потому что я overhyped. Ну, у тебя есть какая-то нестабильность? Ну, да, бывает. Угу. Ты считаешь, что я overhyped? Ну, да, есть такое. Типа, что на процентов 10, что я overhyped, 20 даже. Что люди слишком пишут, что я сильный, что мне пора в тир один. Уже, типа. Через сколько ты бы хотел бы уйти в тир один? Насколько ты готов? Ну, мне кажется, через год нормально будет. Через год? Это хорошая ставка. Ну, через год ты будешь прям готовненьким. Ну, я думаю, тебе и полгода хватит. Ну, TeamSpeed Academy славится подготовкой игроков. Дима Сотфик очень серьезный человек. Так надо Диму Сотфику в топ-30 выходить. Зачем бросать? В топ-30 у тебя Ашел ТВ? Академка. А как туда попасть? То есть выиграть все сети два-три раза подряд? Ну да. И квалы просто выигрывать. То есть там уже у нас TeamSpeed организация тир один, а некоторые тир два турики не играют. Типа ESL челленджеров. Да. И можно на них выходить вот эти точки. Тебя приглашали во многие академики. Почему ты выбрал Spirit? Тренер. Это лучший тренер. Академик или просто тренер? Да, да. Академик. Ну, как тренер он тоже лучший. А у тебя есть опыт с другими? Не, ну мне просто говорили про других. Что? Что они говорили? Мне говорили типа какие-то хорошие, какие-то плохие. И типа у меня про Сотвик нету было плохих вообще. Мне кажется, ты не у всех спрашиваешь, кто работал Сотвиком. Все скажут, что типа этот человек очень хорошо шарит за КС. Как организация работает над твоим развитием? Именно индуально? Да. Ну то есть ты сейчас в академике. Помогать ли тебе организация становится лучше, кроме игрового момента? Может быть психологи, может быть какие-то еще сторонние факторы у тебя развиваются? Нет. Дима и Дима помогают менеджеру и тренеру. Просто по жизням. Говорят, как перебороть типа все. Были ли какие-то у тебя кейсы, когда ты понял, что какой-то совет от Димы повлиял очень сильно на твою дальнейшую игру? То есть вот прям какой-то совет, который порешал, стал геймченджером в твоей голове? Ну просто запомнил совет, что ты не можешь каждую игру типа хорошо играть. Что-то типа ты не можешь… Ты не домк, да? Нет. Ты не можешь каждую игру типа… У каждого игрока есть свои 20% типа они вкладывают. И если у тебя игра не идет, ты можешь помогать другому игроку делать больше процентов типа, если у тебя не получается играть. И так типа помогать тиммейтам. Угу. А вот с этим хайпом вокруг и так далее у тебя не было синдрома зазвизился? Я не знаю, надо тиммейта спросить. Мне кажется, нет. Что общего у ребят в характере? В мейнсете? Ну не знаю. Им просто проще… Ну они, знаешь, такие немножечко по-фигисты. Во время игры они там не сильно заморачиваются. Они понимают, что им надо типа стреляться только. И за счет этого они как раз и более уверены в себе, что ли. Да, они просто показывают на сервере, что вот я тут бати. Да, и… Ну конечно, бывают у них игры, когда они там могут заморачиваться, что, ой, блин, мне надо типа перформанс выдавать. Если не выдан, то все, гг. Но у нас сейчас команда сильная, да, и поэтому Максим, я думаю, меньше переживает за это. Вот. Ну плюс к тому же он сейчас поиграл несколько финалов, и он для себя выводы сделал уже. То, что не надо просто зацикливаться на чем-то таком. Не нужно. Просто играй и все. И небольшой дисклеймер. Заскаутил Даню и Макса не я, а Овер. Я их тренирую по сути. Кого еще Овер заскаутил? Зонтикса. Мэджиска. Мэджиска. Мэ… Мэ… Бориса. Да. Потом Роба больше я, Артхроста больше я. Из этого состава еще… Ну, по сути, Даниэль… Ну, вот эти все ребята, они просто ему написали, да, и через него они ко мне попали. Расскажи, как происходит скаутинг с твоей стороны. То есть я слышал только что, что ты заходишь на наши ретейки и иногда подсматриваешь, кто как играет. Ну, я, да, я шпилю. Там, да, как и везде, типа на Фейссити, на Кибершоке, там тоже могут быть ребята, которые мелкие. Я просто играл с каким-то типом. Он из Беларуси. Ему, по-моему, лет, может быть, 14, может, 15, не помню точно. Вот. Это я увидел по профилю у него. Я видел, что он нормально играет. Я посмотрел, в его профиль зашел. Кто это такой? Видишь, там 14 years old или 15 years old. Я такой, о, нифига. Надо с ним пообщаться. Вот. Он сказал, что он не в беге. Я такой, ладно, окей. Да ладно уже. Ну, у них там свой проект. Просто к тебе, да? Да. Я не знаю, он прошел, не прошел, но это давно было просто. Вот. А так, ну, в основном, от Леши ко мне все приходят. Да, то есть Леха либо их там с собой на квалы вывозит, да, либо там открытый набор, как знаешь, типа отправьте заявку и по заявкам потом мы смотрим, кто более интересный. Давай попробуем сделать публичный прогноз. Когда ты окажешься в команде ТОП-30 SHL TV и когда вы выиграете первый свой крупный турнир? ТОП-30 SHL TV когда окажешься? Да. Думаю, через месяцев 6-5. А выиграем первый чемпионат? Это именно Большой Лан или нет? Да, давай Лан. Через год-два месяца вот так. Через год-два месяца. Хорошо, мы зафиксировали. Но ты имеешь в виду про Академию, да? Про Академию? Я говорю вообще, вот твое участие, чтобы ты был бы в ТОП-30 команде. И ты бы выиграл. Я про общее говорю, про общее. Что когда мы будем ТОП-30, типа я думаю, и когда мы я выиграю первый чемпионат именно. Я про тебя все говорю, не про твою команду. Ну я понял, я понял. Давай так. Тоже самое? Да, то же самое, то же самое. И 1 и 2. Хорошо. Представим, что есть какой-то начинающий игрок. Таких сейчас очень много. Какой ты ему дал бы совет, как улучшаться, как становиться лучше на своем примере? Играть много. Во что? Фейсит очень много. По фейсит тебя замечают. У нас Дима смониторит фейсит. Всегда. Тебя заметят просто. И тебе надо просто иметь базовые навыки. Там стрельба, мувмент, немного понимание игры. А дальше тебе тренер даст и все. А что дает тренер? Вот, к примеру, человек фейсит сыграл 5000 каток. Умеет раскидывать, понимает, как двигаться. Понимание игры есть. Что придет и скажет тренер? Что он дополнит в его дисциплине? Он тебе скажет, как правильно надо было сыграть в той или иной ситуации. Как можно было сыграть иначе. Как можно было сыграть лучше. Как можно разыграть клатч. Привнесет больше мув в твою игру. Именно в личную. То, что он больше смотрит демок. Есть игроки, по которым ты учишься сам? Ну, пересматриваешь демики, смотришь, хочешь что-то забрать. А кто это обычно бывает? Обычно? Донг. Нормальный. Ты играешь на тех же ролях? Ну, так. Да. На «Мираже» только по-другому. Кроме «Донга» ты смотришь чьи-то демики? Ну, я смотрю, но там нормально. Ну, типа, у нас «Донга» просто похожа на playstyle и похожая структура. И поэтому больше с него сыграл. А ты общаешься с кем-то из «Семен Спирит Основы»? «Мэджик» с «Донг». И постоянно играешь? Да. Я с «Донг» наверное играл тысячу сыра уже. Насколько часто он выше тебя в табе? Да, выше. Почему он играет вот настолько охуенно? Что с ними такое? Он оверконфиденс. Там дохуя конфиденса. У тебя не хватает такого? Нет, ну у него просто, у него больше конфиденса, чем у меня. Потому что он повыгрывал ланы, и типа, для него фейс тоже не так. У него, типа, всегда был, я с ним общался, у него всегда был конфиденс. Ну блин, ну это круто, но он же таким был и до ланы, до победного ланы. Ну да, да. Так он мне говорил, что у него всегда был конфиденса. А чего тебе не хватает сейчас в твоей игре? Да всего не хватает. Я же не полноценный пока игрок. У тебя есть какая-то гонка с донком? Такая своя? Типа, он выиграл свой турнир первый в 16, я хочу то же самое, я хочу быстрее. Нет, нет, нет. Нет? Да. Как проводишь свое вводное время? Свободное. Сериалы смогу посмотреть в CS, играть так же. Но я обычно сериалы смотрю. Или TikTok. А сериалы уровня аниме? Не, я не смотрю аниме, я только сериалы смотрю. У тебя на аватарке не аниме стоит? Нет. Нет? У меня донк на аватарке стоит. А вот он стоит, я стою у него. Да? Слушай, вот насчет вот этого, почему, откуда вообще появился Сема Бакин? Один из сериалов был, наверное, «Молодежка». Да, да. Ты любим? Так мы парофлили с твоим бывшим, ну с Шайном. Мы с Шайном парофлили, с этого он поставил Кострова, я поставил Бакина. И все. И так меня запомнили. И чего все время тебя называть мне Сема? Ну это очень здорово получилось. Ну да. Тебя классно поддерживает комьюнити Фэйсета. Да. Я не знаю, как это получилось, это здорово. Давай топ-3 сериала. Ну, я с недавних смотрел «Вечность», потом «Пацаны» нормальные. «Укрытие», «Укрытие» вот топ-1. Это из последних, которые я смотрел «Укрытие». Впервые слышу. У нас почти все смотрели, а у нас два человека смотрели. Окровно пацанов. Здорово, здорово. Получается 16-летний игрок в КС очень хорошо и не смотрит аниме. Это феноменально. Да. Я вообще ни одного не смотрел. «Донг» же пересматривает все это дело. Он же смотрит аниме? «Донг» смотрел. Не знаю, смотрит сейчас. Вы понимаете то, что этот ролик вы посмотрите через годик. Вот. Я? Я не буду за этот ролик смотреть. Давайте преддикшн. Давайте преддикшн. Март следующего года. Где вы будете? На каком месте Ашвел ТВ? В топ-20. Что? На это п***ц. Топ-20. 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 Хорошо. Я думаю топ-40, топ-35 вполне выполнен. Я вполне аналогично с тобой, Никитой. Топ-33. Топ-33, точно. До марта? До марта 25-го года. Я думаю, кто-то уйдет в какую-нибудь другую команду. Вот так. Так же, как и Никита, думаю. Топ-35 может. Так. Ну и сейчас давай самый объективный. Самый объективный. Между 21-м и 52-м. Подожди, ты… А, ну окей. Ну ладно. Какой шанс того, что текущий состав останется до марта 2025-го года? Ну зависит от результатов других команд. Прямо скажем, да. Потому что у нас будут забирать ребят, скорее всего, как горячие пирожки. Да, если мы будем продолжать так же играть, как сейчас. Вот. И будет сложно сохранить такой состав. Да. Тут все зависит от пацанов. Захотят ли они остаться, не захотят ли они остаться, да. И опять же, такие будут предложения. А ты считаешь, что этот состав сейчас сильнее, чем та самая премовая Академика Спирит с Тонком? Время покажет. Сейчас точно нет. А через время может быть, да. Чего не хватает? То… ну дойти до ССТ-финала и выиграть его. Не хватает. Или новый джунер. А? А, ну это тоже, да. Нави Джуни пока крипто нет никак. Если бы Спирит не существовало, куда ты пошел бы? Я даже не знаю. Ладно, давай ТОП-2 Академика. Куда ты бы хотел попасть? В Маус. Это ТОП-2 Академка. В роллингбат нормальный по условиям. У них буткемп тренировать нормальный. У вас очень сложная игра получается постоянно против Нави Джуниор. Вот вы только недавно проиграли Челленджер. Проход. Да. Расскажи, пожалуйста, что не так с Нави Джуниор? Почему они так… Они же только недавно ничего не могли выиграть. И уже последние три месяца… Я не знаю. Они просто сыграют самый дефолтный КС. Вот из премиума. Но они просто все очень хорошо стреляют. А мы просто передумали сами себя. Но вы очень далеко прошли в адвансите. Да. Вы от себя ожидали такой результат? Мы думали, мы выиграем. Вы же проиграли 3-2, да? Да, да. Мы начинались 1-0. Чем они берут? Они берут только стрельбой? Да, только стрельбой. А вы насколько сильно готовитесь к таким игрокам? К таким командам? Ну, у нас просто к таким человекам, которые стреляют, нам просто говорят, больше гранат выкидывайте. Потому что у них пытаются ранние дуэли брать. Есть команды, которые ты смотришь и кайфуешь от того, что они делают? Тебе просто интересно за ними наблюдать. Нави. Какие еще? Ну, из прикольных, что смотреть это Liquid. А что? А почему? Ну, потому что там они прикольно играют. Там Ultimate нормально играет. Он прям хорошо. Ну, типа он просто на яйцах играет и все. Сайком. За этим просто смешно смотреться. Анави чем хороши? Анави структуры. Можешь в общем и целом объяснить, рассказать про свой стиль игры? Как ты его описал бы? Агрессивный. Ты считаешь себя умным игроком? Да. А что тебя отличает от тупого игрока? Принятие решений. В моменте, типа, стрессовых. А ты считаешь себя талантливым игроком? Да. Можешь привести пример, почему ты так считаешь? Ну, я думаю, мне дается легче, чем другим играть в CS. Сколько часов? Тысяч восемь. Девять, наверное, даже. Девять. И каток на фесте тысяча семь? Пять, шесть. Слушай, ну если учитывать овердрайва, ты талант. Конечно. Что не так с овердрайвом? Вот как такое возможно? Двенадцать тысяч каток. Седьмой левел. Он же не играет там, он просто смотрит за игроками. Да. Ты же дефолтный от нас. Зачем мне потеть, когда другие будут потеть, я просто подмечу их просто. Кто твой кумир? Ну, кумира такого нет. А симпл тот же? Нет. Ты застал вообще время на симплу? Ну, да. Ну, 21 год точно застал. Да, да, да. Хотел бы с ним сыграть против? Против, да. Я против него ни разу с брак не играл. Да. А против кого ты бы хотел очень сильно сыграть? Я не знаю. Я против себя хуже кого ты играл в браке. Ты играл? Не, ну официалки все-таки. Вот если говорить про официалки, кого ты бы хотел нашел у тебя? Нави. Это лучшая команда по структуре. Самая полезная вещь, которую тебя обучили в Team Spirit Академии? Понимание игры. Типа командного Counter-Strike. На сколько сильно он отличается от Фейсета? На 100% на миллион. Можешь привести пример, пожалуйста? Объясни, почему командный CS отличается на 100% от Фейсета? Что меняется? Ну окей, давай, роли. У тебя споты определенные, хорошо. У тебя коммуникация с командой постоянная. Там флешки и так далее, так далее, так далее. Что еще? Каждый человек включает микрофон в тысячу раз, типа чаще. И он колет каждую свою вещь, типа, куда можно пойти, где можно флешку кинуть, типа, где дырка. И в общем, типа, я не знаю, как объяснить. Типа он отличается, прям, 100%. Тебе какой больше нравится играть в CS? Командный. А ты набиваешь стату лучше где? В обычном или в командном? Я не знаю, сейчас команда, у меня на Фейсе сейчас не получает счет. Насколько ты видишь реальным состав Spirit, где играет Донки и Киасуки в одной команде? Вполне реально. Вместо кого? Как они решат уже. Ну, роли Киасуки под что подходит больше? Под замену Мэджикса или что-нибудь? Я думаю, там они будут пересобирать, ну, в плане переставляться по ролям. Потому что можно спокойно найти две роли в игре, где надо ходить и убивать. Спокойно. Да, просто один может там чуть меньше забрать спейса в одном раунде, а кто-то может больше забрать в одном раунде. Ну, опять же, это им уже решать, а не нам решать. То есть, если они решат, что им нужна замена, я просто вижу, что это возможно. Я понимаю в голове, как это можно осуществить. Но нужно ли им это, уже покажет время. Насколько он готов? Сложный вопрос. Да, можно сказать, что он может спокойно играть сразу на Тир-1, но это будет как будто бы неправда. Потому что сейчас опыта мало у него против команд более-менее серьезных. Там, хоть он себя хорошо показывает, но, опять же, нужно набраться опыта. Я считаю, что надо поиграть где-то годик в академке, а потом уже идти на более высокий уровень. То есть, еще годик? Ну, вот он же играет где-то полгода. То есть, еще где-то полгода. Я так считаю. Конечно, можно сразу сделать шаг вперед и там уже смотреть. И в теории он у него может получиться. Я не исключаю того, что если он попадет сразу на Тир-1, он там будет сразу всех убивать. Спокойно. Но там будет, знаешь, взлет и падение. Не будет какой-то стабильности сразу. А так стабильность может прийти через год, если он поиграет, он будет более стабильным. Я так считаю. Лучшие черты характера Максиму? Дружелюбный. И верит в команду. Это, я думаю, самое важное. То есть, я не вижу честь в этом какого-то у него. Это хорошо. Потому что, знаешь, бывают такие ребята, которые сильно играют и могут он зазвездиться. У Максима нет, он очень простой парень. Как, знаешь, какому-то деревенский какой-то. Ну, в плане простой. В плане простой, да. Очень важный момент – это твой английский язык. Насколько он хорош? Нормальный. Типа, я думаю, я спокойно могу понимать его B1. Ну, ты сможешь выходить на интервью? Условно, вот сейчас ты играешь YALO вроде. Бараки с таким чел акцентом. На YALO будет интервью на английском языке. Ты сможешь выйти на него? Ну, смотря с таким чел акцентом выходит. Если с американским, я думаю, я не пойму. А твои друзья и одноклассники, они вообще понимают, чем ты занимаешься? Ну, у меня вот, я видел в комментах, один человек мне писал, типа, я твой одноклассник. Я, типа, я бывший, я… как это там сказать? Я его бывший одноклассник. Он вот так писал у меня в комменты. Это ты узнал? Это такой кринж. Ты его узнал? Да, да, да. Это такой кринж был вообще. А я, типа, в школе замкнутый был. Я просто сидел и в телефон смотрел. В ТикТоке? Да, да. Смотрел молодежку. Типа того. А во время учебы, когда ты был еще в 8-м классе, у тебя были уже какие-то результаты в КАЭСе? В какой момент ты ушел со школы? То есть, что у тебя случилось в карьере, что ты решил? Блядь, я реально ебаншу, давай уходить. У меня тогда 100% было, наверное, 4,500 евро. Что-то такое. Это хороший результат был. А ты уже был под Spirit Academy? Нет, вроде. А под контрактом? Нет. Вроде нет. Ну, тогда 4% вот нормально было. Ты подходишь к родителям и говоришь, я хочу… Знаете, маме показалось, что можно перевестись на онлайн-обучение. Да. И, типа, она сказала, окей, если это будет тебе больше помогать, типа, нормально. Что такое Киасуки? Ну, это просто аниме персонаж такой. Так, понимаешь, столько противоречий, но… Так я что, не смотрю аниме, мне просто сказали, такой аниме нормальный. Тебе все в Вакинску дали хороший ник, да? Ну, конечно. Киасуки. Ты будешь его менять? Да не. Какие были самые смешные, самые кринжовые отношения? Я не знаю, там очень много было. Киос, Киосака, Кио… Типа, там овердрайв, я не знаю, кто называл еще по-разному. Насколько ты доволен тем, что ты сейчас имеешь? Я доволен. Прям, ну, в 9. Ну, я думаю, у тебя сейчас лучшая ситуация. Лучшая академка. У вас классные результаты. Ты ебашишь. 100 firepower. Тобой все интересуются. Твоя задача – это просто ебать дальше. И, главное, не зазвездиться и развиваться. Через полгода, конечно, тебя возьмут тир-1. Я спрашивал у игроков Na'Vi, джуниор, когда еще в Моносе играл. Как бы он потратил деньги, заработанные с призовых? Какие у тебя планы? Не знаю. Я ничего не хочу в квадрице. Ты будешь все родителям отдавать? У меня все есть. Ты… подожди, а расскажи про свою семью. Ты… У меня мама одна. У меня отца нет. Но после выигранных призовых, что ты будешь с ними делать? Будешь составлять себе на жизнь или… Маме отдам. Все будешь мое отдам. Маме нужно помогать и надо. Если, ну, это рано или поздно случится, ты выйдешь на лан, его выиграешь. Первый самый. Про кибершок так сказать? Да, да. Ну, я скажу, что я тренировался на кибершок соцфиком. Соцфиком? Ну, конечно. Так мы на ретейке играем часто. Хорошо, супер. Так и скажешь тогда, да? Да. Хорошо. Получается первый лан, который ты выиграешь. Ну, если там призовой больше, чем 50 тысяч долларов. Давай так. Окей. Все, супер. Договорились. Давай. Я тебе желаю удачи. У тебя все должно получиться. Ну, нет ни одного стоппера. Ни одного. Есть хоть один, как думаешь? Да. Я не могу. Я не могу. Ни одного. Я не могу. Нет. Продолжение следует...